Добро пожаловать в The Long Dark. Мы продолжаем наше движение к заброшенному аэродрому. Так, смотрите, что мы делаем. Значит, рассказываю кратко. У нас всё плохо по еде. У меня остался один свежий шоколадный плиточный батон. И всё. И до свидания. Как бы. Поэтому я думаю, что есть смысл выдвинуться прямо сейчас ночью. Погода хорошая, ветра нет, солнечно. Ну, ночное солнце всегда нас радовало. Так что здесь как бы нормально. В принципе, мне надо вернуться обратно к этому домику. И там мимо машин как-то можно будет пройти. Ну, в общем, вот такая вот схема. Попробуем? Попробуем. А делать нам пока что больше здесь нечего. Вода есть, а вот с едой у нас реально проблема. Мы отогрелись, отоспались. И надо двигаться хотя бы в этой серии уже добраться до новой локации. Может быть, где-то по пути мы что-то полутаем интересное. Ой, что делаешь? Так не надо делать. Тут вполне можно и биться головой. Так что ставим себе приоритет. Тут можно спрыгнуть. И дверь автоматически закрывается. Хорошо. Ночью волков вроде бы нет. Поэтому нормально можно походить. Я не помню, мы лутали эти вагоны. Тут было что-то интересное на станции. Ну, понятное дело, что тут есть чем отогреться. И на этом как бы все. Так, слышно что-то? Игра какая-то странная. Я ее слышу тихо. А потом, когда ролик обрабатываю, она, блядь, громкая, что жопая. Ладно. Не суть важна. Значит, идем ночью. Идем сейчас мимо машин. Тут все в порядке. Там и шмотки повыбрасывали. Мне написали, что центральную тачку я не проверил. По-моему, да. Давай. Да, действительно. Факел и топливо для фонарика. Спасибо тому чуваку, который написал. Я вполне мог что-то не заметить. Так, шапку мы забрали. Норм. Норм. Все вроде нормально. Можно посмотреть, что есть в багажнике. А, он пустой. Жалко, жалко, жалко. Так, вот эти три тачки. Мне надо, короче, как я понял. Там он горит. Еще свет чуть-чуть видно. Мне нужно где-то здесь, короче, повилять, пройти. И тут есть переход на новую локацию. Тут, куда мы пытаемся уже пару серий пройти. Так что вот как-то так. Ночью я обычно никогда не хожу, потому что, во-первых, всегда плохая погода здесь. Ни черта не видно. Вот, смотри. Field 31, Langston Mine. И что-то еще не видно. Значит, нам сюда, на Field 31. Скорее всего, что там за звуки странные такие? Ладно. Перевеса вроде пока особо нет. Отоспались, отожрались. Немного еще можно походить. Главное, чтобы волка не было. Я пока не слышу. Вроде в порядке все. Слышно? Слышите этот звук? Это, наверное, деревья такой звук издает. Странно. Так, факел уже все. Добрый вечер. Тут выбросай его. Так, возьмем такое, наверное. На всякий случай я его зажгу. Во-первых, вам светло будет. Плюс у меня их много. Блин, смущает меня реально этот звук. Что-то там гупает. Что-то странный такой звучок. Как будто клацают эти пасти страшных волков и медвежат. Ладно, хорошо. Не будем нагнетать на плохое. Мне надо сосредоточиться на поиске еды. Потому что все, что у меня было, я уже заточил. Так, что ты ноешь? Все в порядке, мать. Не надо. Я понимаю, что ты замерзаешь. Ну, что поделать. Такова игра. Таково вот суровое наше выживание. Так, что у нас здесь? Быстренько. Удивляет тот факт, что все машины в игре открыты. Покинуть транспорт. А не, может, еда какая-то есть? О, я возьму. Это пополняет немножко еды, воды и сладкие газировки. В жизни, конечно, не приветствуются. Но в этой замечательной игре можно все. Так, капот, аккумулятора нет. Так, давай немножко ускоримся. Ну и вон нахер. Там впереди что-то как-то не очень все радужное, смотрю. Но мы пока идем, пока смотрим. Вроде как это наш путь. Так что все в порядке. Да, да, я знаю. Покинуть перевал странствий. Давай покинем. Интересно, куда мы попадем. Нам, по идее, должна написаться. Во! Добро пожаловать. Брошенный аэродром. Найдено новое местоположение. Да, все-таки мы шли с тобой правильно. Хорошо. Жалко, что ночь. Будем искать тогда привал хоть какой-никакой. Правильно? Лутаем ветки, палки. О, слышишь? Ау! Да, да, даже я услышал, блядь. Со своим феноменальным музыкальным слухом, что где-то кто-то уже голодный. Ходит, рыщет в поисках нас с тобой. Так, ладно. Сорянчик, что ночью. Ну, вы же понимаете. Да, если я буду отсыпаться, у меня вообще ничего не будет. Никакой еды. Это, я думаю, машина. Это камень такой стрёмный. Но, может быть, что-то и найдем. Может, что-то и будет. Так, здесь лед, кстати. Под ногами лед хрустит. Вот здесь неплохое место, но все равно наша героиня очень быстро замерзает тут. Так, аккуратно. Аккуратно обрежну, все в порядке. Вот это забирай сюда. О, зайчишка. Там зайчишки. Смотри, какие упоротые. Вон они, кстати, бегают. Бля, я сейчас бы пиздануть бы чем-нибудь в него. Но нет. Ай-яй-яй, упоротый говнюк. У меня ничего нет. Блин, нет того камня. Давай я посмотрю хотя бы в округе. Может, камень есть какой-то. Камешки обычно разбросаны. Ну, случайно здесь. Прекрасный был момент, чтобы сейчас поймать его. Хоть голыми руками бери, лови. Серьезно. Зайцу некуда деваться. Иди сюда, бля. Сюда она. Ой. Так, это я уже хогвартсовская у меня раскладка. Так что надо привыкнуть теперь к лондарку. Ладно, к ним мы еще вернемся. Мы знаем, что они здесь водятся. Они любят такие маленькие местечки. Господи, как холодно. Ну, что я могу поделать? Надо идти дальше. Надо идти. Хоть что-то найти. Хоть какую-то пещеру, может быть. Пещера нам бы, кстати, не помешала на самом деле. О, здесь ползти придется, твою мать. Так что ты... О, машина, смотри. Какая-то тачка. Так, что у нас? Может, какой-то батончик, блядь, не помешало бы. Газетный рулон. Ну, только жопу подтирать. Или разогревать что-то. Ничего нет. Иногда, конечно, лут попадается значительно чаще. Так, ладно. Ну, ладно, Мармеладна. Так, тачка, это, конечно, хорошо. Неужели никаких проходов? Я просто иду по ущелью. Ни шагу вперед, ни шагу назад. Понимаешь, ни влево, ни вправо. Это немного удручает. Я очень быстро устаю, хочу кушать, пить. Ну, с водой-то нормально, у нас вопросов нет. Палочка. Понимаешь, может быть, тут есть какие-то ответвления, просто я в темноте их не вижу. Ну, налево-направо, не, я не могу. Так, палочка сюда. Сюда, родная. Пока идем. Пока идем, пока смотрим. Так холодно, сука, что морские просто замерзают нахрен. Как ты думаешь, какие шансы, что мы выйдем на какую-то поляну, я смогу осмотреться, чтобы примерно хоть понять, потому что впереди какое-то зеленое зарево уже пошло. Так, факелы-пиздарики. Давай следующий возьмем. У нас еще много их. Жалко, что он не греет. Было бы круто, конечно, если бы он немножко подогревал бы. Так, холод это еще терпимо, еще жить можно, как бы нормально. Пока живем. Хера себе. Ты посмотри, куда тут можно отойти влево-вправо в таком гребаном, блядь, каньоне. Это ж пипец. Это просто жесть какая-то. Будет смешно, если там что-то типа альпинистского троса надо. А у меня вроде где-то был. Или не было. Надо будет осмотреться. Так, ну мы куда-то должны выйти с тобой обязательно, потому что это так не может продолжаться вечно. Так, давай, шуруем. Шуруем, Сарочка. Я уже вижу, что там конец нашего пути. Ну, в хорошем смысле этого слова. Так, деревья как-то скошены. Там либо реально типа водопада что-то будет. Так. Ну, бляя все время нажимаем. Видишь, дурацкая привычка. И ни одного трупа, понимаешь? Я типа здесь первый должен быть, да? Первый открыватель. Твою мать! Ой-ой-ой-ой-ой. Не дай бог соскочить туда вниз. Там же жопа. Там же смерть сразу. Смотри, это была когда-то, видимо, дорога или хер его знает что. Так, ладно. Че ты мерзнешь? Вроде ж погода нормальная. Ну, туман немножко. Ну, шо ж поделать. Я не могу здесь пока останавливаться. Ход Уилли. Мы нашли ход какой-то Уилли-ход. Уилли-ход. Рилли-хат Уилли-хат. О, идите сюда к папочке. Грибочки надо собирать. Грибрейши. Хорошая штука. И палки, как будто кто-то для меня их прям бросал здесь. Все, мне, в принципе, достаточно. Погнали. Ворон не слышу, трупов нет. Чтоб залутаться. Что это? А, это просто текстура. Блин, я думал-то что-то лежит. Так. Музыка начинает немного меняться. Значит, мы идем правильно, наверное, с тобой. То есть, какая-то новая локация, какой-то ход. Уилли-хот. Блядь, ну хоть какая-то пещера маленькая, сука. Ну, слева, справа же ни черта нет. Игра реально нам дает испытания. Мало того, что я уставать начал быстрее, у меня уже на... А, пока на двоечку нормально. Так, смотри, пещера, мать твою, наконец-то. Давай зайдем, погреемся. Если там, конечно, медвежонок не живет, какой-нибудь злой, голодный, то, в принципе, эта пещера может спасти нам сегодня жизнь. Правда, еды там ни хера ж нет, правда. Оголек. Сюда, родной. Сюда. Опа, добрый вечер. Я, пожалуй... Ой, 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 еда. Ой, еда. 500 калорий, детка, давай сюда. Ой, праздник жива... Консерва, сука, я ждал тебя. Кровать. Так, давай поставим отогреться здесь, потому что ибо нех. Ибо нех, как говорится. Так, разжигаем. Ты же понимаешь, что я долго не могу идти в таком состоянии. Ну, реально херово. Она либо замерзнет к чертовой матери, либо на нас кто-то нападет. Когда она замерзает, она устает. Не понял. Еще разочек. Так, что можно газетки, труд... Ну, было бы топливо, конечно, было бы проще. А топливо мы оставили где-то там далеко. Ну, ничего. С первого раза тоже не все бывает, как говорится. Давай, малыш. Пару искорок никогда лишними не будут. Thank you very much. Так, уголь, родненький, давай сюда. Добавим эти палки нахрен, они нам надо сейчас. Фу! Аварийный фонарик, кроватка и трупак. Так, мы поели чуть-чуть, хорошо. На улице уже понемногу светает, тоже нормально. Давай посмотрим, что тут есть. А, она уже еле ходит. Ну, отогреться это дело, как говорится, быстрое, ты же понимаешь. Это все делается кардинально быстро. В принципе, можно этим воспользоваться. Так, надо как-то вот так умоститься здесь. Вот. Мне... Ну, давай я пройду, посмотрю. Мы вернемся, и можно будет часик подремать. Как бы, видишь, сразу все будет в порядке. Надо найти место, где можно согреться. Вот мы уже и нашли его. Не, это не та пещера, которая позволит мне как-то пройти. Это просто такой уголок. Хотя идеальный был бы для медвежонка. Так, что по лампе? Ну, у меня как бы заправленная, нормалек. Жить можно. Давай, до свидания. Так, три часа. Я могу смело поспать один час. Восстанавливается полностью моя температура здесь. Не гуляют сквозняки, здесь не холодно. Если меня сейчас медведь не разбудит, то все в порядке. То нормально. То нормально, ты. Что по лампе? Что у нее там? 0,73 литра. Я не помню, можно ли сливать с них как-то там. Но она тяжелая. Вот в чем проблема. Итого. У нас есть баночка сардин. Мы должны ее заточить. Пусть будет. Два часа костер еще горит. Пить тоже, в принципе, можно. У меня воды как бы достаточно. Пусть попьет. Предлагаю взять факел и просто сходить посмотреть, как дела у нас тут вообще снаружи. Появились ли какие-то животные? Что тут вообще происходит? Ну, погода нормальная. То есть, в принципе, выдвигаться можно. Силы есть. О, сюда, родной. Шиповник, сюда быстренько. Вомс. Я уже собирал отвар шиповника. Его надо, знаешь, что сделать? Его надо приготовить, как-то нашинковать. И потом она, по-моему, его делает типа чая какого-то. Так, давай смотреть. Значит, это было, насколько я помню, труд. Здесь повязка. Приготовленные грибы рейши. 15 минут. Давай. Забубеним это дело. Вот, это хорошо. Плоды шиповника. Плоды шиповника осталось залить кипятком, чтобы получить натуральный целебный чай. Ну, в принципе, да. Мы же это делали. Я что-то как-то подзабыл. Как крафт один. А что, есть крафт два какой-то еще? Нормально. Поехали. Поехали. Солнце еще не в зените, так что мы готовимся с тобой к дальней повязке. Так, повязка из старого мха. Давай тоже сделаем. Придется добавить еще один уголь, наверное. Ой, бля, погода говна ебанова у нас на улице. Твою мать. По-моему, да? Слышишь, вот это веяние. Это ветер. А ветер наш враг здесь. Тем более мы находимся в ущелье, где всегда, блядь, холодно. Ай, бахаладрыга, твою мать. Ай-яй-яй. Сколько, как ты думаешь, какая тут температура? Она же пишет, по-моему, да? Где-то можно посмотреть было. Как-то мы смотрели с тобой вот тут, по-моему. Минус 24, по ощущениям, не хочешь? Пошел, Олешка, погулять, называется, твою мать. Ладно. Ладно, хорошо. Так, что мы делаем? Значит, смотри. Тут тоже шиповника до хера. Его тоже можно собрать. Пусть будет. Много места он не занимает. Нам что надо? Нам сейчас надо подкинуть. И вот шиповник. Хотя можно и по ветру пойти. Если была бы нормальная какая-то... Какой-то пальтишко там. Шерстяные свитера и прочее. То как бы вопросов бы не было. Пошли делать отвары. Ух, ёй-ёй. Как оно там гудит всё. Уголь я вроде весь забрал. Блин, рядом с трупом спали. Я бы, не знаю, не смог бы, наверное, так. Так, добавить топливо. Давай последний уголёк киданём сюда. Фонарик киданём. И надо попробовать приготовить. Так. Грибы рейши 12 минут. А суть одна и та же, я так понимаю, да? Готовить. Вот, смотри. Подождать под готовностью. Выпей. Она его выпьет. Во-первых, она согреется. Сейчас мы один выпьем, а второй сделаем. Вот, согревание пошло. Отлично. Так, готовить приготовленные плоты. Готовить давай. Так, а ну 3 часа ещё. Хорошо. 12 минут подождать до готовности. Всё, эту чашку мы берём с собой. А мне надо ещё намутить этих прекрасных плодов. Так, начать делать. Может быть, распогодится, понимаешь? Шанс всегда, как бы, есть, что погода может стать самодельной обмоткой. Не, не надо. Погода может стать лучше, как бы. Надо пойти ещё собрать. Значит, смотри. Эту мы делаем. Пусть она готовится. Здесь по бокам на выходе из пещеры вполне себе было пару кустиков. Так, эти пустые. А вот здесь справа было вполне нормально. Так, забираем. Раз. Забираем два. Вот, чудненько. Всё. Ещё на одну чашку у нас, в принципе, хватает. Так что жить можно. Странно, что эти ветки... А, они ж типа не сухие. Надо ж бросать в костёр сухие веточки. Тогда всё будет нормально. Так, родная моя, что там у нас по этому, по супцу-то? Подождать до готовности. Поехали, бэмс. Берём с собой. И готовим всмы... А, я же ещё не скрафтил, точно. Я... Фонарь, нюхуя себе. Да, можно и такое делать. Так. Согревание. Труд надо, повязки. А чего тебе не хватает? Грибы рейши. А, шиповника мало. Не могу больше пока сделать. Шиповника нам с тобой не хватает. Так, что по перевесу? Давай посмотрим. Может, что-то тяжёлое есть? Да, вроде нет. Вроде нормально. С водой. У нас есть три вот и две чашки вот этого добра. У нас есть вода питьевая. Как бы... Слушай, я могу, конечно, пойти поискать. У нас костёр ещё горит два часа. То есть нам как бы макаться, выходить... Ну, нет смысла. А шиповник может вполне себе где-то расти здесь. Надо просто быть внимательным. Тем более тут зайчишки тусили. Значит, что-то явное есть. Так. Нам туда. Значит, пошли туда. О, смотри. Вот ещё палочки, пожалуйста. На трусе. Вот полезно. После таких ветреных погод это можно разрубить. Согревание закончилось. Извини, пожалуйста, Олег. Но хватит тебе согреваться. Слишком многого ты хочешь. А, такой сильный ветер. Я еле-еле иду, кстати. Чувствуется, как сопротивление тут работает. Против ветра идёшь. Такая жипа. Так, сюда, родная. Ну, мха, как мы видим, тоже не особо много. Всё, что я успел, я там собрал. По-моему, возле зайцев там ещё было немножко. Так, о, камушки. Твою мать, сюда, родной. Сюда. Сейчас попробуем зайца завалить. Если получится, то у нас будет сытый мясной обед. Крольчатина. Это хорошо и полезно. Кролик на самом деле очень вкусный. Диетический. Хотя здесь, в этой игре, лучше диетическим как бы не страдать, а наоборот пожирнее да посочнее. Ещё палочка. Смотри, сколько палок натрусило. Нормально? Нормально. Давай, бери, всё, понадобится. Так, там ничего не растёт у нас. В таких закопалочках обычно что-то есть. О, там что-то наверху. Наверху ли, мне кажется? Не, она там, я боюсь, сломает себе что-нибудь. Туда, наверное, мокаться. О, грибы, давай. Давай, 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 давай. Давай, давай. Отсюда теперь прекрасно видно всю эту новую карту. Значит, мы где-то должны сойти с тобой. А вон, смотри, вон там башни, вон там дома, там дорога и там, скорее всего, аэродром. Это мне ещё пиздяхать и пиздяхать. Тут очень далеко придётся. Но ничего, мы с тобой никуда не спешим. У нас ламповое выживание здесь. Так что нормалёк. Так, живая, здоровая, всё в порядке, всё хорошо. Блин, туда стрёмно идти, я не пойду туда. Видишь, она уже дрожит. Тут тоже ничего интересного. Ладно, я вроде грибы нашёл. Если как-то это всё скомпоновать, то, наверное, получится что-то вкусное. Я зря ходил так далеко, оказывается, тут у меня кустик подрос. Я могу смело его забрать. Сюда, мой родной. Так, что нам, что нас ждёт за углом? Давай посмотрим. Ну, как бы непонятно. Хорошо, возвращаемся. Давай сделаем чаёк. И, в принципе, можно в дорогу, наверное, я сейчас один выпью. Вот, чувствуешь прям, как теплом наполняется твоё тело. Каждая клеточка говорит спасибо. Это средство не помогло. Ай-яй-яй, чай из шиповника. Должен был тебя, тварь, согреть. А ты мне жалуешься. Не помогло оно тебе. Всё должно быть хорошо. Так, костёр ещё горит. Это самое важное. Ух, холодрыга. Либо оно просто остыло. Да, здесь тоже такое работает. Здорово, чел. Так, готовим. Чай из шиповника. Типа его подогреть можно? Всё, возьми с собой. Отлично. Так, готовить. А, у меня же, не забывая, что оно же, типа, надо сначала сделать. Так, грибы рейши, давай, поехали. Хорошо. И вот это. Тем самым она, в принципе, оттачивает себе, как бы, навык готовки. Тоже молодец. Костёр на полтора часа нам, в принципе, должно хватить для всего. Поехали, готовим. Раз. Выпей. Только не обосысь, пожалуйста. Обычно такие травы, вот эти все грибочки, они могут, как бы, мочегонку смазать, но можно в туалет хотеться. Так, ещё. Поехали. Забираем с собой. Баночку с собой. Баночку с собой. Это с собой. Голосная лань, ты наша. О, тачка. Нормально. Ну, ай, сразу зевает. Ну, куда? Да, мы же только с тобой отдыхали. Так, наверху, типа, вот эта скала, наверное, как... Ой, блин. Ты чё так пугаешь меня? Аккумулятор. Опа. Книга. Книга хороша. Это уже не источник знаний, это источник розжига. Факельная ракета, револьверная гильза. Если найти станок, то там можно и патрики себе намутить, но это долго. Мне кажется, патроны будет проще найти так. Закрыто? А ну-ка. Нихуя. Ничего нет. Что сзади? Что у нас сзади? Сзади ничего. К сожалению, ничего интересного в этой машине не было. Ладно, идём дальше. Где-то в любом случае должен быть какой-то спуск вниз туда. Блин, только не говори, что вот тут. Я бы не хотел бы так спускаться. Так, ветки берём, нет? Охренеть локация. Это пипец. Эта локация просто сойти с ума. Ты видел размеры, да? Так, берём опять шиповник. Всё это надо, всё это нужно. Как ни крути. Всё. О, я вот это не люблю. Я вот эти штуки не очень приветствую, но что поделать. Давай посмотрим вниз. Я боюсь высоты, поэтому для меня это всегда стрёмная херота. Так. Пошёл отсюда. Факел грёбаный. Так, на изготовку, конечно же. Если волк или ещё что-то. Наверное, здесь можно спуститься, но я чё-то не хочу рисковать. Если можно обойти, давай обойдём лучше. Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт. Старая такая вот поговорка есть. Так, погнали. Здесь, наверное, когда-то была дорога. Ну, обычная дорога, но какой-нибудь магазин сделать. Там остановку, заправку, в конце концов. Расси, трёмненько тут. Так, пока ты можешь бегать, надо пользоваться этой возможностью. Вот, что-то перед нами открывается. И что? Ничего. Ровным счётом, ни черта. Ну, и слава богу, наверное, что никого здесь нет. Потому что, если бы тут были волки, вот это было бы веселуха, конечно. Так, там ничего. Всё, отдыхай. Приводи себя в порядок. Мы вроде как кровь разогнали, поэтому должно быть всё нормально. Так, будем лутать это дело. О, тут что-то есть, наверное. Здесь такой прикольный закопелок. Давай глянем, раз мы с тут уже. Здесь, наверное, хорошо от волков прятаться. Но это просто как бы... Просто-просто место. Там ничего нет, ни намёка на какие-то источники жизни. Я уже хотел бы куда-то спуститься. Потому что пока у нас серия, мы полчаса с тобой и тупо бежим прямо. Опа, зайцы. Опа, добрый день. Так, сюда. Оружие наше на изготовку. Если он где-то забагуется... Нет, этот придурок, блядь, меня увидел и сразу убежал. Сучара мелкая. О, там знак впереди. Там есть какой-то знак. Так, что такое? Баги? Нет, нет, не бай. Ладно, тебе сегодня повезло. Я найду ружьё, я с тобой уже церемониться точно не буду. Так, давай. Смотри, это точно дорога, это точно цивилизация. А знак говорит нам о чём? Что впереди... То, что мы с тобой искали. Заброшенный аэродром. Ладно. Хотя, когда мы были наверху и смотрели, то там идти довольно далеко до него. Опа, жратоньки. Всё, больше еды у меня нет. Это последнее, что было. Теперь будешь... У меня есть только один чай и воду, растопленную из снега. Всё. Либо мы что-то здесь с тобой найдём. Смотри, тут что там. Опа, еда может быть здесь. Вполне вероятно. Так, так, так. Угля, смотри, сколько валяется. Давай. Всё. Это может быть мой привал. Так. Загон юнкера. Так, что тут? Буду писать, покуда руки ещё и слушаются. Старая дорога не может быть разбита прямо полностью. Я не прилетал сюда. И они не заставят меня вылететь отсюда. Мне плевать, что они говорят о том, что сейчас происходит. Так, отлично. Что здесь? Еда, пожалуйста. Дайте что-то пожрать. I need some food. Уголь. Уголь тоже надо. Что это за палка? Так, я не весь возьму, пусть лежит. Тележка. Олежка нашёл тележку. Прекрасно. Но телега нам пока не надо. Флесовые варежки. В этих бочках вроде ничего. Фу, что-то я подрастерялся. Погоди, а в самой машине мы смотрели вообще что-то? Бардачок. А бардачка там просто нет. Он когда-то был уже, нет? Что это? Давай сюда. Немножко, но еду оно восстанавливает. По крайней мере, она не будет страдать от недожора. Ух, холодрыга какая, а. Ну, что ж ты хотела, дорогая моя? Вот и еда подоспела. Не шибко, конечно, классно. Ой-ой-ой. Фотоснимок. Вот это вид. Даже не верится, что мы сюда забрались. Тут куча текста, типа, как бы. Место у брошенного аэродрома. Хорошо. Так хотелось радио включить, послушать. Но ни хрена станции не ловят. Так, тихонько. Сейчас мы внутрь зайдем. Сейчас залетим. Посмотрим, как там дела. Так, в машине ничего. Хавчик, хавчик! Нам нужна еда. Хоть какая-нибудь. Так, у меня перевес от усталости. Ну, естественно. Как не срачка, так пердячка. Мы к этой ситуации с тобой были готовы. Так что все в порядке. Залетаем. Смотрим, что внутри. Обычно в таких домиках всегда есть чем поживиться. Так, я, пожалуй, зажгу, потому что в темных местах можно не разглядеть. Так, сюда, родной. Книжка сюда. О, видишь? Вот оно пошло дело. Все в порядке. Тканюшку забирай. Верстак тут есть, пожалуйста. Можно будет воспользоваться. О, качественный инструмент для починки и ремонта. Так, баллонами не надо. Пустые банки. Слушай, а может, ружбайка где-то висит? Я такой, конечно, зрячий парец. Но вроде все в порядке. Пока нет. О, тонкие свитеры и шпроты. Я даже не знаю, чему больше радоваться в этом мире. Еще одна книжка. Так, надо будет как-то инвентаризацию сделать. Потрепанная. Ну, мы ее можем залатать как бы. А вот на волторез, точнее на этот, закрывают что-то интересное. О, шарфик. Еще какая-то поебота. Что у нас тут? Чайник тебе не надо? Ой-ой-ой. А ничего нет. А мы думали, там что-то недоели, да? Что-то осталось. Отцвели за персики. Господи, я нашел вас. Терпеть не могу персики, но в этой ситуации это мое спасение. Так, металлические стулья, кровати. Подожди, я что-то не заметил. А печка где? Печки нема, да? Опа, ладно, хорошо. Тогда без печки. Можно развести костер прямо тут? Ха-ха, нельзя. Нельзя в помещении такую хуйту творить. Так, ладно. Давай думать, что мы делаем. Надо отсыпаться, надо покушать. А, верстак. Тяжелый молот. Да пока вроде не надо. Чертежей у меня нет, понятное дело. Лук для выживания. Значит, надо сухой молодой клен и высушенные кишки. Ни того, ни другого, увы, у меня дома. Так, хорошо. Что тут у нас? Тут я смотрел, тут я смотрел. Тут мы смотрели. Какие-то провода, стороны, ящики. Главное, что есть еда. Понимаешь? Есть еда, и как бы это уже немного радует. Но надо себя привести в чувство. Надо сейчас костер бахнуть. Так, чтобы он у нас... А мы знаешь, где можем его поставить? Вот тут навес есть небольшой. Так, вот здесь вот. Я бы просто еду подогрел. Мне кажется, это было бы очень правильно. Давай. Сюда вот его. Разжигаем. Подогреем персики. Персики можно, в принципе, не греть. Ну, которая еда подогревается, можно будет с собой бахать. Она дольше сохраняет свои свойства, питательная. Плюс еще тепло дает. По-моему, то, что надо. Вот, видишь, красава, отлично. Так, уголечек. Добавить топливо. Нихрена я палочек наултал. Давай хотя бы 10 оставим. Вот, и 6 часов тут можно как-то жить. Но проблема в том, что это открытая местность, и волк может прийти в любой момент сюда. Особенно, если мы будем что-то жарить. Так, все. А, еще три угля здесь в запасе. Ну, нормально как бы. Так, что готовить? Чай из шиповника. Можно подогреть. Берем с собой. Отлично. Так, готовим. Ой-ой-ой. Кажется, начинает темнеть. Так, выбрасываю эту хероту. Не, персики можно греть, смотри. Я-то думал, что, типа, персики нет. Нет, там какие-то томатные супчики и прочее. Да, это нет. Готово. Так, давай ждем до готовности. И, в принципе, можно это заточить. Отлично. Вздувшаяся банка персиков. Может быть, срачка. А может и не быть. Смотри, какая идеальная погода для путешествий, да? Нахрен нам тут останавливаться. Но у меня усталость. Проблема в том, что мне надо поспать, блядь. Хочу я этого или нет. Но спальный мешок надо где-то вот тут поставить. Как-то поближе вот. Ну, ну ты чего? Давай тут поставим его. Только что там было зеленое, я видел. О, готово. Так, ну в окрестностях вроде все в порядке, блин. Давай подумаем так. Если мы тут будем ночь переждать, да? То мне этого мало. Эти три угля, это, конечно, круто все. Плюс пять часов здесь. Суммарно где-то часов на восемь. Мне надо пойти разбить внутри дома, поломать там, что есть. Скамейка. Час тридцать будет разламываться. Давай зайдем посмотрим внутри. Там вроде есть стулья, которые можно поломать немножко быстрее, чем час тридцать. Так, металл. Вот этот ящик. Восемь минут. Готово. Вот этот стул тоже подойдет. Вот этот стул подойдет. Еще дерево готовое. Устает, понимаю. Я тебя прекрасно понимаю, дорогуша. Можно и здесь поспать, кстати. Кстати. Зачем нам спать там, если мы можем поспать здесь, да? На холоде. Но там мы согреемся. И тут мы будем согреваться. Ну, типа, как бы тут и не холодно. Ну, давай, наверное, так и сделаем. Я бы, конечно, у костра. Это чисто классика жанра. Так, мне надо спальник забрать. Не хочу его там оставлять. Ну, его нахер. Так, ладно. Брошенный аэродром. Да, видишь, косичнули. По сути, можно было. Ну, у нас уголь есть, как бы все в порядке. А что с водой? Давай я сделаю водички. Пусть будет вода на всякий пожарный. Так, поднимаем банку. Так устала, что не могу ни о чем думать. Ну, пошли на кровати. Нормально. Не надо на стегута каннебизмом заниматься. Все, поехали. Там внутри реально прохладно. Тут хотя бы костер есть. Так, ну, у нас как бы еще погода норм, понимаешь? Это еще не ночь. Надо это тоже учитывать. Но тут можно все это ломать. Все это можно переработать будет. Так что нормалек. Главное, чтобы еды хватило. Залежал ли соленый крекер. Готово. Так, можно чуть-чуть попить. И мы готовы жестко отсыпаться. Так, ну, давай. Предположим, часиков на 6. Так, поспим. 6-7 часов. Это вполне себе норма, чтобы выспаться и чувствовать себя нормально. Ну, роднуля. Как самочувствие? Риск растяжения вылечено. Нихуя не видно, правда. Ну, что поделать. Так, у нас ночь. Еще 4 часа. Давай поспим. Вот, сейчас нормально. Будешь как человек себя чувствовать. Так, пить надо. Судя по тому, что я ничего не вижу, на улице так себе дела. Что это за звук? Это такой ветруган на улице, да? Давай я спичку сошел. Что там болтыхает? Выйдем, посмотрим. Потому что, мне кажется, там лютый ветер на улице. Сильно не погуляешь, конечно. Ой-ой-ой-ой, да. Там такая дрочильня, ну ты шо, блин. Сколько? Минус 27, охренеть. Не-не-не-не-не, я домой. Это как вылезти из-под теплого одеяла зимой, когда тебе надо куда-то идти, да? Это жопа. Так, еще раз пичечка, пожалуйста. Я ни черта не вижу. Вот. Так, у меня еды должно хватить. Она ж типа спит. Пустая банка, полка. Ну, дорогуш, давай еще три часика. Спать так спать, правильно. Вот. Другое дело. Вы проснулись полностью отдохнув. Ни хрена себе. Так. 300 калорий, 300. Вот это надо съесть, у него плохая кондиция. Давай, точи. Получилось, нет? Не сказал бы, что что-то получилось. Так, что у нас там? Ну, надо еще подремать. Либо просто где-то подождать. А, она не может уже спать. Так, давай еще хотя бы часик. Вот, все, мы готовы двигаться дальше. Чудненько. Привели себя в порядок. Так, спальню я забрал. Что это у нас такое? Снежное укрытие. Ай-яй-яй. Тоже прикольная штука. Но нам пока не надо. Так, поехали. Знаешь, что мы сделаем? Мы сейчас, наверное, сделаем еще раз костер. Ох, отлично, бля. Снега вот нам именно не хватало сейчас. Вот именно то, что надо. Ну, лонг-дарк без снега, это ж, ты ж понимаешь. Как так-то? Разламывать, разжечь. Мне нужно подогреть напитки. Надо согреться. И можно отправляться в путь. Ну что ж, я все сделал. И, в принципе, готов идти дальше. До следующего пристанища. В этой серии. Так, уголь мы забрали. Уголь мы забрали. Костер горит. Нам хорошо. Да, на улице пиздарики, конечно. Ну, шо поделать. Я не могу вечно сидеть отогреваться. Если наша судьба умереть где-то здесь, то надо это принять. Но мы до последнего будем бороться, чтобы этого не было, естественно. Прощай. Я забыл, как ты называешься. Это прекрасное место, подарившее мне пару протухших сардин. Ёпаный сыр, бля. Тебя здесь не хватало, тварь. Как неудобно получилось-то, а? Ты же боишься этого дерьма. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, можно и побежать. Можно и пробежаться. Было бы у меня какое-то мясо, я, понятное дело, дал бы ему это мясо. Смотри, как я драпанул, а? Хуй, я сел, у меня марафон сейчас. Ни хрена себе. Так, все тихо. Силу нам еще понадобится. А ублюдок не отстает, падла. Не отстает, так и знал, что весельем это не закончится. А я успею, кстати? Блядь, я же могу не успеть. Я же могу не успеть. Зажигай быстро! Его это не останавливает. Ну, по херу. Я же для него источник пищи. Так что, вот как-то так. Ладно, бежим дальше. Это уже серьезное дерьмо. Так, пока у меня позволяют мои все питательные вещества и тело бегать. Сука, ну ты меня напрягаешь, конечно, а? Да кучливый кусок волосатого дерьма, а? Так, все, бегать не могу. Бегать я не могу. Надо искать какое-то пристанище или какую-то пещеру. Хер его знает. Он не отстанет от меня. Подбить я его не могу. У меня нет ружья, пистолета. Если он на меня нападет, то у меня будут проблемы, естественно. Ну, я, скорее всего, выжил. Что это за интересное место такое? Там какое-то ущелье прикольное. Но пока идем дальше. Так, аэродром туда. Пошли. Тихо, 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 тихо. Так, машину я пока посмотрю визуально. Может, что-то есть? Тойди ты нахер, сука. Рычит, рычит. Не нравится ему. И нападать он боится, пока у меня горит эта херня. Она долго гореть будет. Так, аэродром у нас, да? Хорошо. Почему нельзя взять, например, в левую руку камушки вот эти и побросать в него? Ну, это же было бы логично, согласись. Было бы у меня мясо, я бы ему положил, конечно, чтобы он отвлекся на время. Но мяса у меня тоже нет. Так. Время согревания закончилось, естественно, конечно же. Куда ж без этого? Еще и погода говеная, блядь. Ладно, погнали. Ничего, прорвемся. Как-нибудь что-нибудь прорвем. Да, 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 да. Можешь себе это, губу прикусить там, бля, язык закатай с губой на пару. Он мне хочет, наверное, сказать, типа, Олег, не бегай. Мне нравится мясо, чтобы мясо пожирнее, не надо бегать. Я не хочу эти косточки. Бля, он отстал, ебать. Серьезно. А что это он отстал? Он решил, типа, все, сдался. Волк не сдается. Так, нам прямо. Нам прямо по дороге. Я вижу какие-то заграждения, по-моему. И, скорее всего, это, наверное, заграждение аэродрома этого. Заброшен. Отстал? Говноед, отстал! Да ладно! Я вижу какую-то башню. Да, мы пришли, ребят. Господа, мы сделали это. Но на этом не заканчивается наше прохождение в этой игре замечательной. Локация очень... Локация очень большая. Тут вон еще второй волк. Ебаный, сэр. Ладно. Вертолет вижу. Ни хрена себе. Я раньше вертолетов не видел, по-моему. Самолет мы видели разбившийся. Это да. Лутать мы это будем уже в следующей серии. Просто, чтобы вы понимали. Так, волк на горизонте. Вот туда надо залезть на вышку. Тут посмотреть, что вообще происходит. Что там у нас? Кемберс Эвейшн. Отлично. Улететь, наверное, на этом не получится. Но здесь может быть топливо для лампы. Здесь может быть много... Может, оружие есть, кстати. Вполне вероятно. Можно ли залезть в вертолет? Давай проверим. Обыскать отсек. Ничего нет. Сесть в транспортный срез. Все, я в вертолете. Давай. Главный ангар... Опа. Тут есть шкафчики. Ни хрена себе. Это не просто тебе за вертолет. Это посмотри, какой лакшери. Нет, краска мне не надо. Тут ничего. Удивительно, что волк так быстро отстал. Ничего нет. Так. А над башкой я посмотреть не могу, потому что мне надо пересесть туда. На ту сторону. Сюда хотя бы глянуть. О, давай не откажусь от батончика. Что у вас еще есть у пилотов здесь интересного? Покинуть. Блин, ну оно... Его же заправлять надо. Да и уметь на этом летать. Ну вот представь, ты в реале такое находишь. Ты же не взлетишь ни хера. Ты же надо уметь шарить в этом как-то. О, сюда, родной. Ай-яй-яй-яй-яй. Как хорошо. Так, а что мы лутали? Мы где сидели вообще с какой стороны? Слева, справа. А, это пустые. Это пустые. Мне надо сесть туда, получается. Вон, еще кукурузник один есть. Нормально, слушай. Вылазь давай. Так, надо все время осторожно ходить, потому что, блядь, волк такой, ты знаешь про ныра. Нападет и даже глазом не моргнет. А, бочка типа разламывается. Я думал, просто в бочке что-то может быть. Так. Блин, у меня глаза разбегаются. Я не знаю даже, куда в первую очередь идти. В этот маленький, потому что это здоровый, смотри, Кэмбер Авиэйшн. Тут-то понятно. Там еще вертолеты. Твою мать. Что здесь? Вижу флеер. Так, багажник. Неужели ни у кого в Канаде нет оружия в багажнике? Меня это тоже удивляет. Так, у меня переохлаждение. Но ничего, мы выживем. Не очкуй, мать. Я понимаю, что дерьмо погода. Но жопу в тепле всегда не поддержишь. Если тепла нет в жопе. Ай! Сказал. Так. Ладно. Шутки с шутками. Но надо что-то делать. Пошли посмотрим, что там под навесом. Там еще вертолета два. И еще один кукурузник. Есть аккумулятор. И главное, чтобы тут медведь не разгуливал. Вон там еще кукурузник вдалеке. Блин, кайфовая локация. Понимаешь, они не успели, видимо, на этом улететь. Очень хотелось, но не успели. Апокалипсис застал их, как говорится, с дынатикой. У нас есть в украинском такое слово гласное. Внезапно, проще говоря. Так. Покинуть. А, мы можем туда сесть. Посмотреть, что у них спереди. Пока я еще могу. Ну, тут, к сожалению... А, я думал, что-то валяется. Ни хрена. Не, не зажигай. Да не зажигай ты! Блин. Ладно. А что нам может в этих отсеках? Там иногда, типа, ботинки попадаются, да? Что-то полезно. Опа-опа-опа! Холодос! И что в холод... А что так плохо открываются двери? Там же наверняка есть что-то полезное. Еще один вертолет. Еще одни хорошие ботиночки. Так. Блин, это интересно, интересно. Простые инструменты. У меня есть, по-моему, красные хорошие. Я пока не буду брать. Так, мать, живешь пока? Нормально все? Ну, холодно. Я понимаю, блин, что холодно. Что поделать? Такова жизнь. И талалон, бумага... Пока не надо. Берем пока самое ценное. Ящики. Должно быть оружие где-то. Обязательно. Надо просто внимательно все обыскать. Так, тут ничего. Здесь тоже самое, видишь? Те же самые ящики. Вон на полу какая-то шапка дермантиновая. Ну, шанс найти что-то тут, конечно, так себе. О, газета, блин, полезно, пипец. Парижки есть. Так, вылазь отсюда. Все, пошли, короче, и будем, наверное, тут заканчивать. Я так глянул мимолетное. Лут должен быть точен. Это обязательно берем. Худи тоже. И надо выломать. Поношенная. О, шинелька, удочка. Ебаный сыр. Ну, все, ребят, живем на широкую ногу. Так, я погнал внутрь камеры Вейшена. Спасибо всем, кто сегодня был со мной, смотрел. Я надеюсь, что вам нравится. Не забывайте ставить пальцы вверх. Будем и дальше проходить, выживать, смотреть. Это наша одна из любимейших игр, поэтому ей всегда мы уделяем максимально внимание и максимально атмосферно тут живем. Так, не застревай. Заходим. Внутри должно быть тепло уже. О, так, здравствуй, шапочка из хлопка. Все, тут я кину сейчас себе спальню. Тут мы заканчиваем. Главный ангар будет уже в следующей серии. С вами был Брейнзио. Хорошего пока-пока.